Умение шить, во-первых, это возможность не только экономить, но и создавать для себя эксклюзивные наряды. Во-вторых, штопая джинсы и создавая платье на заказ, можно зарабатывать. К тому же шить можно дома, в свободное от основной работы время. Да, как вы уже догадались, я решила научиться шить. Вот то, что вы держите, вот так вот, это неправильно. Ткань должна лежать. Да, вот так вот она должна лежать. Нельзя сразу прийти и стать профессионалом. Это нужно, нужно еще много шишек набить, еще и испортить много нужно. Но специальное образование для того, чтобы стать шией, не обязательно. Татьяна, например, шить любила с детства. И, несмотря на диплом Института инженеров железнодорожного транспорта, после учебы пошла работать швеей. Был большой недостаток швей, вот таких вот профессиональных, и поэтому брали всех желающих, которые хоть что-то, какое-то представление имели. А представление Татьяна имела. У меня мама шила с детства. Мама шила с детства. У нас была машинка, она мне все платья шила, и брючки шила. То есть она шила всем. И сестре, и мне, и соседям, и кому угодно. Ну и я там себе там что-то там такое, там какие-то юбочки, какие-то кофточки пыталась. Ну, конечно, не всегда получалось, как по детству. Ну, как бы, меня за это никто не ругал, если я там что-то там испортила, и просто там скомкала и там запихала там куда-то. Ну, то есть мама к этому так лояльно относилась. Чтобы стать профессиональной швеей, необходимо быть ловкой, усидчивой и, конечно, терпеливой. Ну, терпение, конечно, нужно здесь железное, потому что вот такую вот работу не каждый выдерживает, понимаете. Если еще вот оно легко вот сейчас идет, так оно ничего. А бывает же такое, что там вот и 10 швов, и люди сами будут, особенно они, когда начинают творчеством заниматься сами от себя, вот это тяжелее всего исправить, потому что, как правило, там уже нашито столько. Ну, конечно, мы исправляем, пытаемся что-то там сделать. Ну, вот эти вот ниточки, видите, берете вот щипчики и просто вот аккуратненько их, вот так вот растягивая шовчик, вот так вот, вот их подрезаете. Вы поняли, да? И то есть и так вот до конца вот это вот, вот шипчики неправильно взяли. Берем вот, вот так вот. Понимаете, чтобы кончиками именно мы работали. Ну, можно и дернуть, иногда подрезать ниточку, можно дернуть. Ну, вот на данном варианте, потому что здесь ткань жесткая, она... А вот и синюю тоже можно резать? Да, это ниточки все можно резать, потому что там снизу идет черная ниточка, сверху синяя, они как бы такие... Видите, все. Молодец. Хоть и не часто, но мужчину в этой профессии все-таки можно встретить. И мужчине просто очень тяжело адаптироваться, там нужно вот иметь такие специфические черты характера, вот, ну, когда он просто сможет не обращать, там, на какую-то женскую болтовню внимание. И, ну, а так очень редко бывает. Ну, и, как правило, если там вот мужчина появляется, вот, то ему очень тяжело в женском коллективе. Ну, и, 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 ну Продолжение следует...